Допустим, это книжный бизнес, я хочу вступить в этот книжный бизнес, хочу заниматься продажей электронных и бумажных книг, могу ли я продавать книги от других авторов? Могу ли я продавать книги уже существующих авторов, например, ну грубо говоря, скажем, Гоголя, да, переведу на английский язык и буду продавать на Амазоне. Пусть скажем, пусть скажем, даже пока что Гоголя на Амазоне нет. Эта книга, эти материалы вам не принадлежат, у вас нет никаких прав, у вас нет никакой возможности извлекать выгоду с продаж этих материалов. Как только Амазон узнает о том, что вы нарушили права авторские, вам придет очень суровое и строгое письмо, в котором Амазон попросит вас предоставить ему все доказательства того, что вы владелец этого труда, либо если этот материал лежал где-то на каком-то сайте, в этот материал где-то подрезали, то прислать информацию о том, что вы владелец этого сайта, этого ресурса. Если вы не сможете это сделать, если вы не сможете предоставить такую информацию, и при этом будете продолжать активно давить на то, что да пусть продается, что-то такого, вас просто забанят, отберут у вас возможность продавать на Амазоне, и вы больше никогда не сможете грамотно построить этот бизнес честно, легально и получать деньги. Поэтому в первую очередь задумайтесь о том, что вы вступаете на рынок, где чтят закон, на рынок, где интеллектуальная собственность ценится, на рынок, где нужно уже действовать в современных реалиях, не мутить, а все подтверждать и со всеми, с кем вы работаете, иметь договоренность. Поэтому ответ на вопрос, можно ли публиковать книги других людей, можно ли там публиковать какие-то детские ваши книжки, которые вы считаете, что до сих пор никто на Амазоне не публиковал. Если вы считаете, что можно просто взять какие-то якобы неизвестные никому материалы и выставить на продажу, то вряд ли у вас это получится. А если получится, через какое-то время вас Амазон на этом спалит, то у вас будут большие проблемы. Поэтому обращайтесь ко мне, я проконсультирую, помогу как, что и в каком направлении двигаться, чтобы у вас не было таких вот неприятных ситуаций, как часто возникают у людей, которые пишут мне, что они пытались самостоятельно как-то что-то там на Амазоне быстро смухлевать и пишут мне, пожалуйста, помоги, что делать, вот получил вот такие проблемы. Не создавайте их, делайте нормально, будет у вас все нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!